Все в наших руках, и это белорусы знают точно, ведь их достижение яркое тому подтверждение. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям, которые заслужили своим упорством и делом признания на столь высоком уровне. Врачи, ученые, работники АПК, артисты, спортсмены, многие из них в ответном слове говорили, что награда не только личная заслуга, но и те, кто рядом и за спиной коллег, наставников, товарищей. В чем особенности этой церемонии? Кому покорились вершины? Профессиональные и горные, расскажет Наталья Тарасюк. Впереди волнующая церемония, но прежде экскурсия. Многие во Дворце независимости впервые, это заметно по восторженным взглядам. Масштабы красотозала впечатляют. Впрочем, и саму церемонию награждение можно назвать знаковой и необычной. Во-первых, первое в 2022 году. Во-вторых, аккурат в преддверии важного политического и общественного события. Послание президента белорусскому народу и национальному собранию. И в-третьих, интернациональный состав награжденцев. Эти гости Дворца независимости в других обстоятельствах едва ли бы встретились и вот так вместе отправились на экскурсию. В обычной жизни их разделяют разные профессии, увлечения и даже тысячи километров. Однако объединяет неравнодушие и отзывчивое участие в жизни Беларуси. Своим творчеством, верной службой, прорывными идеями и свершениями на грани человеческих возможностей они вносят вклад в наше общее движение вперед и вдохновляют своим примером. Как вот этим. В мае прошлого года три альпиниста, по сути любителя, киргиз, белорус и россиянин, отправились на Эверест, чтобы поднять на вершину мира государственный флаг Беларуси и копию знамени Победы. А еще, что особо символично, высыпать горсть белорусской земли, взятой у кургана славы. Я, конечно, не ожидал. Для нас это большая гордость, для моей семьи гордость, награда. На Эверест вообще это было восхождение первое, но третья попытка. Когда-то я был в сборной Северной Осетии в 2000 году на восхождение спортивное, но там за революцию отменилось. В позапрошлом году из-за ковида отменилось. И, наконец-то, с третьей попытки мы все-таки выехали в Непал и поднялись на вершину мира. Для меня получить награду из рук Александра Григорьевича в присутствии людей здесь, выдающихся, для меня это честь и гордость. Я не думал, что когда я буду делать восхождение на Эверест, я буду получать эту награду. Мы же делаем восхождение не ради наград, мы делаем восхождение ради победы. Но признание не заставило себя ждать. И на груди у них орден Франциска Скарины. Сердцем эти люди настоящие белорусы, скажет президент. Искренне рад, что имею возможность лично поблагодарить тех, кто поднял белорусский флаг и копию знамени победы на Эверест. Это глубоко символично, в тяжелейших условиях, принести у сердца на высочайшую вершину планеты самое дорогое и ценное. Мы мирные, трудолюбивые люди, смотрим будущее с оптимизмом, потому что точно знаем, все, что нам надо, в наших руках. Ваши достижения ярчайшие тому доказательства. Практически за каждым стоит дружный трудовой коллектив, где я убежден, подрастают новые профессионалы, которые в будущем мы непременно увидим. В том числе и здесь. Несмотря на всю разность и непохожесть, а в зале ученые, спортсмены, врачи, аграрии, люди в погонах, артисты и деятели культуры, у них есть общее – профессионализм, упорство и общая история. Если кого-то манят горы, то другими движет желание помочь людям. Орденом почета награждена Лариса Данилова, завкафедра эндокринологии Белмапо. А вот Виктор Кахнюк, оперирующий хирург-онкопрактолог, теперь уже заслуженный врач. В трудовой книжке, по его словам, только одна запись о месте работы – онкодиспансер в Боровлянах. Для меня эта награда, конечно, определенную черту подводит. Что это значит? Вот в этом учреждении онкологой я занимаюсь ровно 40 лет. Вот в этом году, в 22-м, я буду отмечать 40-летие своей работы в онкологическом центре. Ну, такая дата для меня приятная. Пришли в медицину по велению души. Так отозвался о врачах Александр Лукашенко. И оборону эти люди точно держат по всем фронтам. Лечат уже третий год пациентов с коронавирусом, помогают выздороветь и с другими диагнозами, и экстренно, и планово. Благо, что наша страна не закрывала двери поликлиники и больниц для людей с нековидными симптомами. Сегодня белорусское здравоохранение не только держит вирусный удар, но и продолжает оказывать плановую помощь по всем направлениям. А вы, наверное, слышите, что в соседних странах, да и в других, при серьезном подъеме вирусных заболеваний сегодня плановая помощь отменяется аж на 3-4 недели. С такими врачами, которые сегодня отдают свои сердца и труд во имя выздоровления наших людей, нам ничего не страшно. Благодарен тем, кто своей профессиональной стезей выбрал сохранение исторической памяти, развитие культуры и искусства Беларуси, помогает нам не отрываться от родных корней, вносит поистине бесценный уклад, духовный код нашего народа. Слова признательности хочу адресовать белорусским аграриям, скромным и, как принято говорить, процедитым людям, тем, кто своей работой кормит страну. Слова благодарности от президента прозвучали в адрес представителей самых разных профессий приземленных, но вместе с тем практичных и творческих. Солист ансамбля песни и танца о внутренних войск МВД Александр Авраменко, ведущий мастер сцены Брестского академического театра драмы Сергей Питкевич, артисты балета государственного академического ансамбля танца Ольга Головач и Юлия Головина, отныне заслуженные артисты Беларуси, заместитель директора комплекса «Брестская крепость-герой» Лариса Бейбик, заслуженные деятели культуры. Но для многих награда отнюдь не личная, а за общее дело. Находясь здесь, мы ведь представляем свои коллективы, свои организации, учреждения, силовые структуры, наши родные города и села. Мы представляем нашу страну. Страну, которая, живя сегодняшним, думая о будущем, никогда не забывала свое прошлое. Нынешний год для нас особый, год исторической памяти. Будут открыты новые имена, новые судьбы, новые факты. И в этом, конечно, особая роль нашей Брестской крепости. А мы, находящиеся в зале, надеемся, что наши знания, наш опыт будут востребованы в этой важной миссии сохранения и приумножения. И тут действительно можно поставить в пример наших аграриев. Они в состоянии накормить не только свою страну. Беларусь по итогам 2021-го экспортировала продукции АПК практически на 6,5 миллиардов долларов. И вот аграрии всегда могут рассчитывать на помощь ученых. Именно они, практики и теоретики, закладывают фундамент знаний. Создают не только сейчас, но делают на потом, обучают новое поколение. Орденом Отечества третьей степени награждены главный научный сотрудник Научно-исследовательского института физико-химических проблем БГУ Олег Ивашкевич и директор научно-технического центра ЛЭМБТ БЕЛОМА Алексей Шкодаревич. Его сотрудники знают всё об оптико-электронных и лазерных приборах. Когда награждается директор, это успех руководимого им коллектива. Наш исследовательский центр, в нём работают 330 человек, каждый третий моложе 30 лет. Разрешите заверить вас, уважаемый Александр Григорьевич, что научно-технический центр, которым я руковожу, будет и дальше вносить достойный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. И чтобы вот так спокойно работать и делать своё дело, необходима соответствующая обстановка мира и согласия. Когда это есть, скажет Александр Лукашенко, то не замечаешь. И, наверное, не слишком поэтому и задумываешься о цене такой стабильности и возможности развиваться. А этим мы зачастую обязаны белорусам, которые служат порядку и закону. Среди награждённых сегодня широко представлены люди в погонах, под защитой которых государственная граница, безопасность страны, да что там говорить, жизнь каждого из вас. Спасибо за службу, верность и решительность противостояния всем внешним и внутренним угрозам. И в этом зале присутствует представитель отечественной сборной на Олимпиаде в Токио. Белорусский народ ждёт, что и в Пекине, на зимних Олимпийских играх, которые стартуют через неделю, белорусский флаг поднимется над стадионами Поднебесной. Александр Лукашенко верит, что эта церемония должна вдохновить на новое свершение. Глава государства вновь ждёт в этом зале с новыми достижениями не только спортсменов, которые уже добились государственных наград и медалей международных соревнований, как Максим Недосеков, он награждён Орденом Почёта, а всех присутствующих, ведь каждый отличился на своём месте и в своей работе. Это весомый, так сказать, будет аргумент, то, что меня наградили такой наградой, и я могу достигать ещё высших результатов. И, возможно, в дальнейшем получить ещё более высокие награды. Солдаты, сержанты, старшины, офицеры, прапорщики во всех силовых структурах и министерствах достойно выполняют свой воинский долг. Мы просто делаем своё дело. Что касается награды, безусловно, это знаковый день в жизни каждого военного. В лучиках этого ордена вложен труд коллектива, который стоит за моей спиной. Это очень добросовестные, порядочные, ответственные и преданные своему делу люди. У каждого свои задачи, но эта церемония для каждого отличная мотивация. Альпинисты уже заявили о своих планах. Их новая цель – собрать воедино все вечные огни, которые горят в городах Беларуси, объединить их с памятными вечными огнями России, Киргизии и Китая, которые тоже бережут память о Второй мировой войне, и поднять этот победный свет на Эверест. Звучит, с одной стороны, фантастически, а с другой – нет ничего невозможного. Всё в наших руках. Наталья Трасёк, Виталий Гончарик. Наши новости. Традиционное, но при этом важнейшее политическое событие года. Завтра президент обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту. Александр Лукашенко выскажется по самым волнующим общества темам и определит векторы развития страны. Не стоит ждать каких-то революционных, шоковых решений, но наверняка последуют и заголовки из разряда сенсаций. За тезисами белорусского лидера будут следить далеко за пределами нашей страны. Так бывает всегда, а тем более теперь, когда отношения между европейскими государствами обостряются часто в угоду амбиции из океанских политиков. А Александр Лукашенко из тех немногих, кто говорит об этом прямо и откровенно. В Дворце Республики развернулась выездная студия телеканала ОНТ. Сейчас на прямой связи оттуда моя коллега Наталья Стельмах. Наташа, расскажите нашим зрителям, что их ждет завтра в эфире. Конечно, Александр. Начну с того, что завтра мы оперативно отсюда, из нашей выездной студии, будем сообщать нашим телезрителям о самых важных тезисах президента и будем анализировать их вместе с нашими экспертами. А это люди с авторитетным мнением, так что рекомендуем. Что до формата послания, то уже не впервые Александр Лукашенко овальному залу парламента предпочитает трибуну во Дворце Республики. Уже в 2020 году президент обращался с посланием к белорусскому народу и парламенту отсюда же и всего за несколько дней до президентских выборов в августе. Тем самым Александр Лукашенко уже не впервые изменяет и привычному периоду проведения послания. И здесь тоже все понятно. Это очевидно связано с тем, что всего через месяц нашу страну ждет знаковое политическое событие и референдум по Конституции. Очевидно, этой теме завтра будет уделено много внимания. Но также Александр Лукашенко на неделе лично анонсировал, что собирается поднять в послании такой важный исторический вопрос, как обретение Белоруссию суверенитета. Напомню, нынешний год в стране объявлен годом исторической памяти. И президент уверен, что этой теме следует уделять гораздо больше внимания и следует шире ее раскрывать. В том числе поэтому завтра президент, очевидно, и внесет свой личный вклад. Впрочем, личного завтра наверняка будет много. В том числе поэтому послания перенесли из овального зала сюда, во дворец республики. Ведь вместимость большого зала дворца республики – это 2700 мест. Это в несколько раз больше, чем в овальном зале. Поэтому здесь будут не только законодатели, чиновники высокого ранга, и дипломаты, как это бывало обычно. Президент заранее анонсировал, что обратится с посланием в январе. В последнее время Александр Лукашенко лично представлял новых губернаторов в трех областях. Там не единожды звучала просьба расширить круг приглашенных. И очевидно, эта просьба была услышана. Поэтому завтра здесь ждут делегации из всех регионов. Здесь будут и политологи, и общественные активисты, которые в последнее время ярко себя проявили. Журналисты, блогеры. Сегодня пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт раскрыла некоторые подробности завтрашнего послания. Предлагаю сейчас послушать фрагмент этого интервью. В итоге базовый сценарий мероприятия был определен следующий. Центральная часть – это, конечно, само послание президента. А затем концерт, как подарок для всех приглашенных. Но есть еще один важный момент. С учетом того, что приглашено действительно очень много людей, и все они люди активные, глава государства дал согласие ответить на вопросы, которые, возможно, будут у участников этой встречи. Добавлю, следить за посланием президента к белорусскому народу и парламенту завтра сможет каждый. Эту встречу, включая часть с вопросами, будут транслировать все белорусские телеканалы и радио. Но я, конечно же, рекомендую выбрать наш телеканал – телеканал ОНТ. Мы еще до старта этого события начнем раскрывать некоторые детали завтрашнего послания. Для тех, кто не знает, послание завтра начнется в 11 часов утра. А дальше мы с нашими экспертами поможем нашим телезрителям вникнуть в главные тезисы президента. И наверняка от них услышим некоторые подробности и предстоящего важного политического события. Я сейчас говорю о референдуме по Конституции. Ну, к тому же, внимание наших телезрителей особенно важно для меня, потому что завтра из нашей выездной студии на связь, на прямую связь выходить буду тоже я. Александр. Спасибо, Наталья. Держите нас в курсе. Ждем подробности уже завтра утром. Предстоящее послание президента стало одной из ключевых тем неочередной сессии депутатов Национального собрания. Тем более, что впереди важнейшее политическое событие года – референдум по внесению изменений и дополнений в основной закон страны. Ведь именно депутатам и сенаторам, в случае, если белорусы проголосуют за обновленную Конституцию, предстоит работать с усовершенствованием законодательства. Важно, чтобы оно не противоречило основному закону. Какими будут главные векторы развития страны и общества, узнаем уже завтра, во время ежегодного обращения президента. Своими ожиданиями парламентарии и приглашенные во Дворец Республики сегодня поделились с моей коллегой Владой Корницкой. Александр Романюк 15 лет. Руководит крупнейшим строительным предприятием в Брестском регионе. В год возводят 150 тысяч квадратных метров жилья. И немало для многодетных семей. В должности директора уже давно чувствуют себя уверенно, но вот сегодня волнительно. В предвкушении встречи с президентом. От посылов и задач, поставленных главой государства во время послания, напрямую зависит развитие отрасли. А значит и судьба 2000-го коллектива предприятия. Белорусский народ, он уже понимает, что такое жилье. Он уже разбирается в параметрах качества жилья. Кварталы, чтобы строились замечательно. Сегодня мы тоже на примере наших кварталов, чтобы было место, где отдыхать. Коллектив будет загружен, будут специалисты, не будут стремиться куда-то уехать. Послание президента сегодня тема номер один и в парламенте. Оно и понятно, это одно из главных политических событий года. Важно услышать и понимать, как строить свою государственность, повышать благосостояние и позиционировать себя в мире. Депутаты и сенаторы уверены, сложится прямой и откровенный разговор. Это ведь уже традиция. Это акт программного характера, причем основополагающий. И он имеет стратегическое значение для определения путей дальнейшего развития, как в политической, так в социальной и экономической жизни. Традиций у форума действительно немало. К примеру, темы, которые затрагивает президент. Все они, что называется, от жизни, политика, экономика и социальная сфера. И ответы на эти вопросы, конечно же, через призму вызовов, которые стоят перед страной. Я считаю, что в экономическом блоке будет обращено внимание основное. Это, конечно, цены, это, конечно, инвестиции. К сожалению, сегодня нужно констатировать, у нас по инвестициям немножко сбой произошел. То есть не совсем выполнены показатели. Но в то же время мы знаем, что сегодня программа государственная утверждена указом президента на этот год. И это порядка 700 миллионов в нас инвестиций на основные наши стратегические объекты. Ожидаю, что в послании будут очерчены те решения. Это развитие экономических связей с регионами, такими как Латинская Америка, Африка, Центральная Азия, Ближний Восток. Чтобы мы там смогли компенсировать те потери за счет развития и укрепления экономических связей, которые в результате санкций мы потеряли. Обстановка тревожная, что называется, по всем фронтам, признают эксперты. Именно потому сегодня так важно сохранить суверенитет и обеспечить безопасность. И все, что прозвучит на послании, будет взято на вооружение. Если раньше мы говорили о том, что военная составляющая, она в непосредственной близости от наших границ, то теперь мы видим, что войска наших противников, они размещаются непосредственно на государственной границе. Кроме этого, мы видим и какие политические риски есть. Что коллективный Запад, он взял на вооружение тактику распространения, будем говорить, управляемого хаоса или, по-простому говоря, экспорт цветных революций на постсоветское пространство. Последние события в Казахстане они отчетливо показали, что мы стояли в миллиметре от того, что там произошло. Вот еще особенность этого года. Послание крайне своевременное. Очевидно, страна на пороге конституционного референдума. Настал момент истины. Мы сейчас в эпицентре заключительного, сложного и длительного процесса, который, по сути, начался еще в 2016-м. Тогда поняли, основной закон надо актуализировать. Но именно в прошлом году создана Конституционная комиссия, разработан проект изменений и дополнения основного закона. Месяц шло общественное обсуждение документа. Наиболее активная часть населения — это все-таки молодежь и наш золотой фонд, люди пожилого возраста. Что волновало, когда мы обсуждали изменения и дополнения в основной закон? Конечно же, волновали социальные вопросы, социальные гарантии, поддержка государства семей, молодых семей. Многодетных семей. Конечно же, пожилых граждан и людей с инвалидностью. Людей радует, что в изменениях и дополнениях не уменьшились гарантии, а что они даже расширились. Белорусы проявили небывалую активность. Всего экспертам поступило несколько тысяч предложений и мнений. Самые разумные учтены. Так называемые политические статьи изменений практически не претерпели. А вот то, что касается социума, правок немало. Иногда долгие споры шли на предмет того, писать и или или. Это говорит о том, что обсуждение, обсуждение широкое, всенародное, имело смысл для того, чтобы усовершенствовать проект Конституции. Вот это послание должно консолидировать белорусский народ на успешное проведение референдума. В этом есть залог успешного достижения тех целей, которые мы сейчас предлагаем прописать в преамбуле новой Конституции. Это прежде всего мир гражданской согласия. Это благополучие наших граждан. Это независимость и процветание Республики Беларусь. Послание как ориентир и руководство к действию. Нередко во время форума президент обращается к руководителям и министрам с вопросами и, конечно, ставит задачи. Это еще и диалог. Каждый сможет спросить о том, что наболело. А ответы – те тезисы, которые прямо в этот день раслетаются по новостным лентам и обязательны к исполнению на всех уровнях. И главное, на что президент всегда ориентирует чиновников, чтобы каждое решение было на пользу стране и людям. Влада Корницкая, Ирина Никитина и Сергей Вяль. Наши новости. Активность НАТО на Востоке и информационная кампания вокруг своих же действий выходят на небывалый масштаб. Это на фоне заявления о необходимости диалога и деэскалации обстановки на Украине. Такие речи прозвучали на заседании нормандской четверки и по итогам передачи письменного ответа НАТО на предложение России по безопасности. Заявили о необходимости выхода на мирные рельсы и тут же дополнили – НАТО при необходимости может за несколько дней развернуть в странах Альянса в Черноморском регионе передовой отряд сил реагирования численностью 5000 человек, сказал генсек Альянса Йенс Столтенберг. А также отметил, что НАТО повышает присутствие в Черноморском регионе и на востоке Альянса. Нынешнее увеличение контингента достаточно крупное. Одних американских войск в Европе более 50 тысяч. Речь идет о возможной переброске еще 8 тысяч. Участвуют и другие члены Альянса. Датский фрегат направляется в Черное море, 4 истребителя дополнительно Дания передают Литве, боевые суда перебрасывает Испания. Вашингтон передает Польше танки, очередная партия 250 машин. Спонсируется режим в Киеве различным летальным оружием. Обещается финансовая помощь на покупку вооружения. Также военный блок намерен создать новые базы и увеличить боевой потенциал уже существующих. Но население далеко не всех стран поддерживает натовскую стратегию. Янки Гоу Хоум, Словакия, вышла на акцию протеста против размещения в стране военных объектов и военнослужащих США. Официально Братислава уже пообещала Вашингтону, что подпишет договор о сотрудничестве в обмен на деньги, доступ к аэродромам и размещение ударного контингента. Но правительство не посоветовалось с людьми, которые уверены, что американцы просто хотят получить очередные базы для давления на Россию. Протестующие заявили, что никогда не поднимут оружие против славянских народов. Они требуют организации референдума по вопросу военного сотрудничества с США. В ситуации стягивания войск в непосредственной близости у границ вполне понятны логичные стремления союзников обороняться. Совместные действия белорусских и российских войск на территории нашей страны не несут угроз ни европейскому сообществу, ни какой-либо конкретной стране в целом. О том, как пройдет предстоящая проверка сил реагирования союзного государства, рассказали на брифинге военного ведомства. В Минобороны пригласили военных аташе иностранных государств. По замыслу учения, внешние силы стремятся дестабилизировать обстановку в одной из стран, сменить ее руководство, чтобы ослабить второе государство Союза. Все названия стран выдуманы. После того, как не удалось реализовать внутренний конфликт, агрессор реализует план «Б». А это терроризм и попытка войти на территорию под видом миротворческого контингента. Союзные войска отрабатывают и проверяют навыки противодействия этой и другим угрозам, возможным при таких сценариях агрессии. Подготовка проверки проходит в условиях сложной военно-политической обстановки. Последние события в Казахстане показали возросшую роль коллективных военно-политических союзов в обеспечении национальной безопасности государств. При разработке замысла проверки и непосредственно ее второго этапа использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к развязыванию агрессии против союзного государства. В том числе был учтен анализ развития событий, происходивших вокруг нашей страны в 2020 году. Все недружественные посылы и необоснованная концентрация войск, а также развитие кризисной ситуации в Республике Казахстан в начале текущего года. Активная фаза проверки начнется 10 февраля. Совместным учением – союзная решимость. Основное внимание – оборонительным действиям, прикрытию государственной границы, в том числе и на южном направлении. Военные отрабатывают применение авиации, среди которых и бомбометание. В конце манеров – разгром противника и контрнаступление. Тем временем российские военные завершили перебазирование в Беларусь боевых самолетов для учения «Союзная решимость-2022». Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35 прибыли из Восточного военного округа. Экипажи вылетели с аэродрома в Хабаровском крае и преодолели около 8 тысяч километров. Место их временной дислокации – аэродром в Барановичах. Авиаторов по традиции встретили с хлебом и солью. Летчики двух стран выполнят ряд учебно-боевых задач, среди которых поражение условных целей на различных полигонах. Инструменты национальной безопасности в крайне неспокойных внешних условиях заложены и в проекте обновленной Конституции. О современных вызовах и как им противостоять на законодательном уровне, отстаивая национальные интересы, говорили в Минске. Предложения ученых анализируют практики из Совета безопасности. Отдельный аспект – Конституция. Проект изменений отражает интересы народа в Беларуси. Существует целое множество опасностей, характерных для современного мира. Это конфликтность и нестабильность. Поляризация центров силы и военные приготовления, гибридные войны, цветные революции, терроризм и экстремизм, биологические угрозы, изменение климата, проблемы экологии и так далее. От всего этого национальные интересы надо защищать. И делать это, конечно, на новом, качественном и концептуальном уровне. Отдельно отмечается, что впервые в проекте основного закона появился такой национальный интерес, как благосостояние каждого человека, за которое государство будет бороться всеми силами и средствами. И в продолжении украинской темы, когда наши соседи становятся военным полигоном Запада, проект Марков ничего личного. Гость российские общественные деятели, публицист Армен Гаспарян. Смотрите сразу после выпуска наших новостей. Беглые призывают Запад обозначить, что референдум неправомерен, а белорусов массово портить бюллетени. Вот ваш прогноз на 27 февраля. Это ведь первый раз, когда бархатная, цветная, там, я не знаю, цветочная, любая другая революция не удалится. Это первый раз. Беларусь с этой точки зрения показала, что если есть власть, если во власти есть серьезные люди, если у общества есть понимание, что происходит, то эта дискотека обречена. Тревожные новости в эти минуты переходят с таджикско-кыргызской границы. Вечером произошел инцидент со стрельбой. Она продолжается и в эти минуты. Комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что таджикская сторона открыла огонь по их пограничникам. Началась эвакуация людей из ближайших сел. В Душанбе информацию пока не комментируют. С обеих сторон границы собрались группы людей. Пограничники двух стран открыли стрельбу в воздух, чтобы разогнать толпу. По предварительной информации пострадали 17 военных. Погиб один житель таджикского села. Генсек ОДКБ призвал к немедленному прекращению огня на границе Кыргызстана и Таджикистана. Сыслав Зась поговорил по телефону с секретарями совбезов обеих стран. Скорбная дата для всех народов. Сегодня в мире вспоминают жертв Холокоста. Ровно 77 лет назад советская армия освободила один из крупнейших на территории Европы концлагерь Освенцам. За период оккупации в нем погибло от полутора до четырех миллионов человек. В основном еврейской национальности. Для нашей страны, ставшей очагом зверств оккупантов, это особый день на местах расстрелов и братских могилах. Сегодня звучали молитвы, вспоминания. Люди несли цветы. Ирина Никитина. Невозможно стереть из памяти. Неприметный участок леса в Березовском районе. О близости железнодорожной станции время от времени напоминают проезжающие поезда. Живописные пейзажи, грибные места, но Бронную гору чаще обходят стороной. Место, где до сих пор чувствуется боль. Земля насквозь пропитана кровью. Здесь фашисты жестоко расправлялись с населением годы войны. Была вот здесь вот такая из колючей проволоки сделана вот такая дорожка. И к ямам подгоняли людей. Вот этих вот лестницы были, потому что яма была глубокая. Сейчас мы стоим на месте одной из расстрельных ям. Проржавевшая колея та самая, по которой фашисты эшелонами привозили людей из Дрогичина, Пинска, Бреста, белорусов, поляков, евреев. Приказывали раздеться до гола, укладывали на дно лицом и расстреливали в затылок. На детей, вот как тоже это все с архивных документов, даже не тратили патроны малолетних. Ну, особенно деток, которые маленькие до трех лет, за ножки и об дерево. Я и по сегодняшний день себе задаю этот вопрос. За что? Только за то, что они были евреями. Исследованию трагедии, тронувшей до глубины души, Елизавета Амшар посвятила большую часть жизни. Сельская учительница по крупицам собирала воспоминания, работала в архивах. Каждый новый факт снова и снова повергал в шок. Жестокость фашистов не знала границ. А ведь среди них были предатели, полицая, украинские националисты. Перед отступлением каратели выкопали тела и сожгли, чтобы смыть следы преступлений. Только не из памяти местных жителей. Каждый год, 27 января, на место расстрелов приходит много людей. Митинг Реквием, живые цветы, воспоминания очевидцев. Настолько всегда на сердце тяжело, что вот это происходило с людьми. 50 тысяч человек лишились жизни. Лишились самого святого. Мы сейчас, вот в год, когда ковид, когда мы боремся за каждую жизнь, а здесь столько много людей безвинно погибли. Погибли просто, по чьей-то прихоти, по чему-то желанию их лишили. Это страшно. И самое главное, не допустить сейчас таких трагедий. Из 50 тысяч убитых на Бронной горе половина коренные брещане. Женщины, дети, старики из еврейских семей. Оставшихся в городе каратели расстреляли на месте. В 2019 году земля оголила факты. В центре Бреста во время строительных работ обнаружили останки 1200 убитых. Историки уверены, не последняя находка. Зажженные свечи, минуты тишины и иудейская молитва сегодня звучала и в Бресте. В городе жило 54 тысячи до начала войны. Осталось 14 тысяч. Это разве не трагедия? Это трагедия города. Это трагедия народа. Это трагедия государства. Сколько людей, потерявших мечту и жизнь. А у меня всегда болит. Потому что в списке тех, кто числится погибшими в еврейском детстве Бреста, есть и моя фамилия. Фамилия Брук. Почтить память жертв Холокоста в Минске пришли дипломаты, послы и представители международных организаций и религиозных общин. На территории бывшего Минского гетто весной 42-го нацисты расстреляли почти 5000 узников. Истребление евреев, которые нацисты затеяли в годы Великой Отечественной войны. Это очень важно помнить. Это проявление для того, чтобы это никогда не повторилось. Помнить, думать и делиться этими воспоминаниями этих ужасных дней, чтобы антисемитизм, расизм никогда не вернулся. На этот день тоже для нас пример, чтобы жить как братья и сестры. Мы приглашены все жить по слову Божьему. Только это нас приближает друг к другу. И этот день тоже память не только, чтобы это не повторилось еще раз, а это просто, чтобы развивать мир и дружбу. 400 фабрик смерти, в которых каратели уничтожили 800 тысяч белорусских евреев. Наша страна стала океаном слез мирных жителей в годы войны. В каждом регионе есть своя бронная гора и свой Освенцим. Место скорби одновременно осознание, как хрупок мир. И почему так важно беречь память. Ирина Никитина, Виктория Олешкевич, Кирилл Липовик. Наши новости. В Минском музее Янки Купалы сегодня символически открыли юбилейный год. В честь 140-летия первого народного поэта Беларуси предлагают свидание с теми, кто хранит его наследие, а также своими делами приумножает славу писнера. Расписан каждый месяц с Купалом у сердца. Этот девиз объединяет абсолютно разные проекты, даже ни одного классика мировой литературы. А если скажем, отец ключ на старт. В этом доме 26 дверей. И за всеми ждет Купала. В музее у каждого свой ключ к поэту. Так лишь смотрители отворяют экспозиционные залы. Открыть любой замок здесь может только главный хранитель. С этой минуты часы 19 века навстречу юбилею ровесника. Если мы говорим про дверы, то в нашем музее 4 фонда сховища. Отповедно, и 4 ключи, которые дают нам доступ к этой великой спадщине. Янки Купалы. Амаль 43 тысячи одинок в заховывании музейных предметов. 22 коллекции ключи отдельной нет. Впрочем, сразу подбирают нужный и к шкафу в рабочем кабинете, и к сердцу сетевого поколения. Хэштег Купала 140. Сегодня ключ на старт. До декабря о поэте без бронзы будут говорить те, кто служит великому. Дом, в котором закрывая одну дверь, открывает другую. И так 12 месяцев. Спецпроект по четвергам. Если вам успеете получить ключ, приглашают на встречу не больше 10 участников. К слову, 7 июля, 140 день рождения Купалы, тоже четверг. А это эмблема всего года. Приготовили немало премьер, подарков. Среди ближайших первый купаловский диктант. Лайфхак. Перечитайте его публицистику. Вязанка возле Молодечна, Левки около Орши, биография широкой географии. И торжества не только в столице. Это монтаж выставки, которая называется «Аутограф», где будут представлены аутографы Янки Купалы и Ягося Броу с фондов музея, с приватных коллекций. В худшем часе будет незвычайная выставка «Классики жартуют». И она присвечена гумору дядьки Янки и дядьки Якуба. И все это юбилей у обо двух поэтов славутых, а еще юбилей их первой встречи 110 годов, как они встретились в Смольне. К 140-летию Купалы и Колоса их музеи подходят совместно. Откройте томик с падшины. От прадедов с покон вяков. Чьи это строки знает даже тот, кто в школе учился плохо. У каждого свой ключ к песниру. И целая связка в руках его хранителей. Александр Матяц, Виталий Мотин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова